Чуваки из Фудбазара гарантируют вам быструю доставку без банов и бонусы постоянным клиентам. Также у них в инстаграме вы можете каждую неделю участвовать в крутых розыгрышах. Все подробности по ссылке в описании. Друзья мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. Друзья, мы с вами уже сегодня окунулись в атмосферу матча всех звезд национальной хоккейной лиги и посмотрели не самые веселые конкурсы, но об этом чуть попозже. А сегодня мы попробуем спрогнозировать победителя. Какой дивизион выиграет все-таки матч всех звезд. Ну, как обычно, по традиции мы это и делаем. И заходим для этого в NHL19. В первом полуфинале у нас встретится дивизион Pacific против Центрального. И, конечно, мы сейчас, не касаясь сами геймпады только для того, чтобы включить эту игру, посмотрим, кто же будет сильнее в первом полуфинале. Как обычно, если мы включаем просто матч всех звезд, то нас почему-то окунают на арену, которая была на матче всех звезд прошлогодней, логотип прошлогодний. Наверное, если играть целый сезон, то было бы все по-другому. Но у нас уже серия началась, и первый гол Конор Макдэвид, который не забивает свой булит. И, если честно, Конор, конечно, сегодня ночью стал опять самым быстрым хоккеистом Национальной хоккейной лиги. Но опять это смотрелось так уныло. И он, кажется, мне вообще не бегал. Просто как-то делал это, ну, с... Наверное, 80% своих возможностей. Гибсон потащил у нас второй булит. Ну и Гудро. Гудро. Именно он разгоняется. Молодое дарование, которое тоже сегодня ночью выиграл один конкурс. Это был конкурс на технику. Красавчик подтвердил, скажем так, свою победу уже второй год подряд. Джонни. Ну и Кейн, да? Да, Кейн разбегается. Свой булит будет именно он бросать. И он тоже не забивает. Кстати, я забыл вам напомнить, чтобы вы писали в комментариях логотип какого клуба у меня изображен на моей кофте. Петерсон. Его булитик. Посмотрим, как он использует свой шанс. И он тоже не забивает. И пока черный у нас впереди. Уэллер. Его булит. Посмотрим, как он его исполнит. Ух ты! Как попадает между ног красиво. Отлично. Отлично. Кстати, конкурс вратарей, который был у нас сегодня ночью, чуть не выиграл Василевский. И если вы видели, то, наверное, сопереживали за нашего голкипера. Но, к сожалению, Андрей чуть-чуть не справился с девятым броском. А потом Хенрик Люнквист его просто опередил серией двенадцатью. Сейвами Павелский забивает! Да ладно! Это хозяева турнира здесь у нас. И вот, наконец-то, Павелский забил свой булит. И тут, конечно, в Сан-Хосе, где в реальности происходит матч звезд, там все трибуны прям заводятся. Когда появляются их хоккеисты. Следующий булит от черных и опять гол! Вот так вот! Просто так они свою победу не отдадут. И команда центрального дивизиона у нас в нашем с вами прогнозе выходит в финал. Ну, а сейчас мы переходим ко второму противостоянию. И во втором полуфинале у нас Метрополитен против Атлантика. И здесь, друзья, будет очень интересно, потому что, скорее всего, все будут за Кучерова и его компанию болеть. Так как... Ну, вот сейчас Кучеров не забил свой булит, к сожалению. Так как два российских представителя всего на этом матче звезд. Это Василевский и Кучеров. И, конечно, многие любители хоккея в России будут за них болеть. А вот Сидни Кросби. Сидни Кросби, который попал на матч звезд и который забивает, кстати. Попал на матч звезд в последний момент, так как заменил он Александра Овечкина на этом посту. Саша отказался ехать на матч звезд, сославшись на то, что он устал. И, честно, я, конечно, друзья, поддерживаю Александра. Не потому что я болельщик Вашингтона, а потому что, действительно, в последнее время матч звезд скатывается непонятно во что. И я вам сейчас расскажу свою позицию Стиве Стемкес, который сегодня мог помочь Василевскому в конкурсах выиграть. Забей он свой булит Лунквисту. Но, к сожалению, попал куда-то вот сюда, в район плеча. И Лунквист потащил этот булит. Ахо, который классно тоже, кстати, выступал сегодня на конкурсах. Не забивает, смотрите, свой бросок на месте. На месте здесь голкипер Василевский как раз таки. И, ну и пока Мэтьюс и его банда выигрывает, выигрывает. Мэтьюс разгоняется, смотрит, что будет делать. И как красиво забивает Остин Мэтьюс! Вот это классный булит. Пока лучше из того, что мы за сегодня, друзья, с вами видели. Отлично. Еще раз смотрим, как убрал, четко разобрался с Холби. Холби вообще пока непонятный сезон проводит. После легендарного крутого прошлого сезона у Холби не все складывается идеально. Но смотрите, смотрите. И серенькие у нас не отстают. Тоже свой булитик забили. Василевского тут немного раскатали в разные углы. Ларкин его булит и не забивает он. Но у нас равная практически борьба. Сейчас нужно просто Метрополитону забить, и тогда счет сравняется. Клоджеру. Для него это шестой, если я не путаю матч всех звезд. И, конечно, этот ветеран отлично себя проявляет. И красивый, кстати, булит. Забивал сегодня на скиллах. Но вот сейчас не смог. Так, и булит. Какой красивый! Какой красивый булит! Вы посмотрите. Несколько обманных движений. Брейден Холби уже не знал, куда ему деваться. Поэтому шайба оказывается в воротах. Так, Халл. Его бросок. По-моему, его на матч звезд не позвали в этом году. Но он есть в команде серых. И он не забивает свой булит. Таварас! Таварас! И сможет ли он обыграть Холби? Нет, на месте Брейден. Ну вот, Александр Овечкин. Я знал, что, скорее всего, он появится. Хотя, как я и говорил, Саши нету. Но посмотрите, Овечкин забивает победный булит. Вот такое вот стечение обстоятельств человека, которого не будет сегодня на матче звезд. Хотя он должен был быть капитаном своего дивизиона. И мы с вами не увидим. И переживать нам нужно будет только за Кучерова с Василевским. Переходим к финалу. Центр против Метрополитена. И смотрим, какой же будет в итоге исход всей этой встречи. И давайте подумаем, кто сможет стать MVP, по нашему с вами мнению. И пишите, конечно, в комментариях. MVP матча звезд. Будет ли Кучеров? Или, возможно, Макдэвид? Ох ты! Опять гол! Ахо! Его булитик, и он не забивает. Ну, а поговорить я, друзья, с вами хотел о том, что, если честно, я был поражен сегодня результатами и вообще проведением всего скиллса. Почему он оказался настолько скучным? Сейчас у нас не забивается очередной булит. Мне было непонятно. Я всегда, знаете, был на стороне все-таки национальной хоккейной лиги. И мне казалось, что там шоу круче, чем в КХЛ. Но в этом году даже... Ох ты! Гол! В этом году даже КХЛ превзошел вот то, что произошло в национальной хоккейной лиге. Потому что там хоть что-то люди пытались сделать из шоу. Хоть какой-то элемент добавить. То на гитаре сыграли красивую песню, то какие-то булиты исполнялись более-менее эффектные. А в национальной хоккейной лиге не было вообще ничего, кроме одной... Ух ты! Жиру забил, да? Вот так вот. Кроме одной, друзья, возможности поиграть на ностальгии болельщиков, когда был одет свитер легендарного хоккеиста. Но это все, больше ничего, ни Конор Макдэвид, ни все молодежь, которая впервые попала на матч звездка. И вот имба примера Александра Овечкина показать, который с флажками выходил в очках, там красиво что-то делал. Он не важно, забивал на тибулит или нет, он устраивал шоу для болельщиков. Вы для этого туда и приехали. И именно поэтому я согласен со многими нашими звездами, которые не очень хотят туда ехать, потому что матч звезд вот такой, к сожалению, получается. Не самый веселый. И это, конечно, печально. Ну, опять же, если вы со мной согласны, пишите об этом в комментариях. Если не согласны, тоже пишите, но только обосновывайте свою, конечно же, позицию. Так, ну а у нас центральный дивизион может закончить это все, но нет. Нет, они не очень хотят все это заканчивать, потому что гол и счет становится равным. Ну а сам турнир, как вы понимаете, пройдет в таком же формате. И Александр Овечкин опять у нас может сейчас забить победный, попробовать булит, но он даже не бросил поворотом. В таком же формате пройдет турнир. Три на три будут играть команды между собой. И я думаю, в любом случае, будет интересно понаблюдать за тем количеством голов, которое будет забито. И понять вообще, насколько это будет зрелищно. Стайлер Сигин, по-моему, это был. Он забил победный булит. Что ж, в нашем прогнозе побеждает центральный дивизион. Не знаю, друзья, насколько это сбудется или не сбудется. Понятно, что не все составы актуальны. Но в любом случае, я думаю, вам это шоу понравилось. Я надеюсь, вы уже поставили большой пальчик вверх. Подписались на канал, подписались на группу ВКонтакте и на мой второй канал, где выходит карьера за Павла Доцука. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok